Привет! А давайте рассмотрим варианты применения инструментов по формированию Objective and Queue Results. Потому что зачастую их приходится подбирать от конкретных обстоятельств, да еще и комбинировать друг с другом. Смотрите, годовые Objective and Queue Results в принципе можно сформировать с помощью инструмента SlotOffs. Он дает такую вот картинку сверху и достаточно стратегические изменения, которые мы хотим принять. Но не хватает конкретики. Как годовые цели декомпозировать на квартальные? Тогда применяем инструмент Impact Mapping. Помните, у нас есть понимание, какую большую запаздывающую метрику нужно двинуть в течение года. Мы собираем воркшоп, на котором спрашиваем подразделения, а как вы на пределе квартала первого этого года сможете толкнуть эту метрику вперед. И формируете команду вокруг этой цели, собственно ключевые результаты и даже бэклог. Другой пример. Допустим, мы хотим оптимизировать процесс IT-команды. С помощью VL Stream Mapping мы нашли точки оптимизации процесса. После чего, опять же, возникает вопрос. А как конкретно улучшить конкретную метрику? Как снизить задержку между, например, разработчиками и тестировщиками? Давайте проведем сессию опять Impact Mapping. Другой вариант. С помощью E-NIT экономики мы нашли рычаги воздействия на воронку взаимодействия с потенциальными клиентами. После этого опять Impact Mapping поняли, как эту метрику превратить в действие конкретных подразделений. А потом еще и обнаружили, что на определенном этапе нам нужно улучшить удовлетворенность, например, NPS или CSI. Здесь взяли кастомер Johnny Map и с помощью него продумали стратегию улучшения этой метрики. Это только несколько вариантов. Комбинируйте инструменты, находите оптимальное и эффективное их применение в вашем контексте. Субтитры создавал DimaTorzok